Привет, с вами Виконсто. Сейчас я нахожусь в начале Кипарисовой аллеи и давайте пройдемся погуляем днем. Буквально пару часов назад прошел дикий ливень. Вот видите, еще дорожка мокрая. Но буквально за минут 15-20 он полностью высох. Дождик такой красивый прошел, мощный, прям аж такой потоковый ливень был. Но, к сожалению, не успел я добраться сюда и быстренько вам показать. По прогнозу погоды передавали дождь, поэтому, видите, народ опять начал выходить на улицу. Глянем, как выглядит Кипарисовая аллея сегодня днем. Вот то место, где все фотографируются. И здесь начинаются сувенирные лавки. Сумки, мед, крымская косметика, сладости Востока, приправы, пенза, вулканический камень, 100 рублей, пятки чистить. А так, конечно, сегодня так парит. Дождь прошел. На такую жару. Вода попала. Началось сильное испарение. И после этого выделяется огромное количество влажного воздуха. Земля парует, поднимается все это наверх, и человек дышит. Но вы и так будете ощущать влажный воздух, так как с моря дует ветер, и весь этот бриз летит вам прямо в легкие. Днем немного другая атмосфера, но посмотрите, все равно количество отдыхающих. Крым реально полный. Куда только люди селятся. Представьте, это огромное количество отдыхающих. Нужно накормить, расселить где-то. Ну и чтобы они уместились еще все на пляж. Крымские приправы. Варенье по 150. Специи из Крыма. Кстати, можно засыпать будет и перемалывать все в мелкую фракцию. Хочется все показать. Ну, представьте, это сколько времени займет видеоролик, если на каждом углу останавливаться. Лукумыч. Сладкий сувенир. Сегодня будет такой обзор подарков. Что можно купить в Крыму из сладостей, из вкусностей. Пастила. Турецкая. Это черный чай. Халва. Чай. Аромат Южных Гор. Ну и вот 1400. Представьте, это количество приправ сколько. Какие у вас блюда получатся, будут вкусные. Соль, специи, огонь аджика. Вот такие на рынке по 25 продают. А здесь на пятерочку дороже. Перец халапеньо. Правильно я назвал? Да. Фаршированный сыром. Вот это новость. Вот это деликатес. Такого я даже не видел. Перец черри фаршированный тунцом. Название халапеньо. Интересное такое. Такие деликатесы. Помидоры сушеные. Класс. Посмотреть. Конечно, очень дорого все стоит. Ну, хотя бы через камеру вы посмотрите, что здесь продается. Крым, халва, Турция. Чай. Травяной чай. 100 рублей. Вот такой пакет. Это турецкий, скорее всего. Потому что не по-русски написано. Эти ценники есть. На каждом товаре. Вот это вот классно. Подошел человек, узнал, сколько что стоит и пошел дальше. А то, как начинаешь ходить, каждые 3 секунды спрашиваешь. Почем то, почем то. Вот это большой плюс за это. А так, в принципе, цены на рынках рассчитаны, наверное, на человека прежде всего. Там подходит какой-то, грубо говоря, босяком. Можно назвать его такой, как я, в принципе. Я такой парень неприметный, простой. Вот может, мне и подешевле продадут. А если подойдет такой, какой-то, ну, более солидный, вещи более дорогие и все остальное, может быть, ему и подороже продадут. Но так надо торговаться. Посмотрите, сколько людей. Как вечером. Все-таки немножко погодка наладилась и народ пошел на море. Видите, основной поток идет в сторону моря. Может, кто-то уже покупался. Хотя сейчас полдвенадцатого, то, в принципе, должен быть сейчас самый солнцепек. Но дело в том, что тучи, весь судак затянут. Солнце изредка пробивается сквозь тучи. Погодка вообще сейчас шикарная. В принципе, хорошо загорать сейчас, не обгореть. Вещи зимние продают. Но когда им еще продавать? Настоящие платки. Они тепло, хорошо, очень держат. Особенно у кого есть проблемы с поясничным отделом. Ними хорошо закутываться, укрываться. Вот, чтобы немножко согреть тело. Сейчас идем в сторону моря. Пройдемся на пляж. Посмотрим, сколько там отдыхающих сейчас находится. Что они там делают? Загорают, купаются. В общем, такой простой лайтовый видеоролик. Вместе со мной пройдетесь. Ну и, конечно, если вам не тяжело, напишите, пожалуйста, комментарий. Как вам вообще судак и отдых в Крыму? Поедете ли вы сюда? Нравятся ли вам такие города, такой отдых? С самого утра уже вот эти вот зверюшки веселят народ и публику. Представьте в такую жару ходить в такой одежде. Выносливость должна хорошая быть. Сейчас выходим на набережную в Судаке. И будем отправляться в сторону горы Алчак-Кая. Пройдемся вдоль набережной. Вот уже и катер приплывает. Кстати, отсюда отправляются катера в сторону Нового Света. Также можно заказать здесь прогулку вокруг Крыма. Вы можете подходить просто к таким ларькам, где там будет написано морские прогулки. Либо покататься на банане. Давайте спустимся в сторону моря. Ну вот, что немаловажно, это душ. То есть можно после моря выйти и сполоснуть ноги. Ну и вот сам пляж. Мест нет. Реально, люди загорают стоя. Море сегодня хорошее, тихое, спокойное. И вот посмотрите количество отдыхающих. Сейчас я камеру на другой ракурс переключу, вы все увидите. Посмотрите, сколько людей. Давайте прогуляемся туда, в самую толпу. Людей, конечно, хватает. Хотел пройтись вдоль прибрежной линии. Но, как видите, здесь не пройдешь. Волны прям вот сюда доходят, практически до лежаков. Ну а здесь еще больше людей. Конечно, лежаки забиты. Людей действительно очень много. Чересчур. Полностью забит пляж. Полетел осматривать территорию. Посмотрите, сколько людей. Мест нет, все забито. Полностью. Я думаю, вы прекрасно понимаете сегодняшнюю атмосферу на набережной в Судаке. Реально нужно места занимать пораньше. Так сегодня будний день, не забывайте, и утром был ливень. Всем, наверное, дома надоело сидеть и повыходили. На горе Олчак очень много людей сейчас, смотрю, находится. Плохо, что камера настолько не приближает. Теперь посмотрите вид с этой стороны. Так будет чуть получше видно всю набережную в Судаке. Места есть еще. Так что подтягивайтесь. В Крым. Хотя, может быть, на вас места и не хватит. Сегодня. Может, завтра и хватит. Человеку вообще не повезло. Обгорел страшно. Ноги красные. Ну, тоже так нельзя загорать. Перебор. Знаете, раньше кефиром мазали, сметаной прохладненькой. Вот это вот где дело. А сейчас эти мази мажешься, но опять-таки помогает оно или нет, непонятно. Но лучше в самый солнцепек сидеть дома, не выходить на такую жару. Потому что солнышко печет очень сильно. И даже зонтики некоторые не раскладывают, не раздвигают шляпку, потому что солнце не сильно припекает. Продолжаем наш путь. На горизонте у нас гора Олчак-Кая. И вот там, чуть дальше мыс. Вот здесь, смотрите, пляж поменьше. Тут максимум 2-3 подстилки вот так вдоль можно положить. И навес есть. Но навес старенький. А так, конечно, рекомендую вам посетить Крым, так как здесь есть на что посмотреть. Набережная днем пустая. Все сейчас на море сидят, на пляже. вот здесь тоже максимум 2-3 лежака, 2-3 подстилки. Что касается цен на жилье, то чем ближе к прибрежной линии, тем цена достигает до 3,5-4 тысяч рублей в сутки за номер. Если сюда чуть выше пройтись, то там я жилье снимаю за 1300. Можно, кстати, комнату за 800 снять рублей. То есть цены разнятся. Кто хочет, тот всегда найдет свое жилье. На каждый кошелек вы по-любому найдете ту середину, которая вам ближе по душе. Слышите цикады? Такой уникальный сверчок, который своими крыльями издает такие звуки. Особенно утром, вот когда никого нет, тишина, музыка нигде не играет, слышно их очень хорошо. А желательно, конечно, отдыхать в диких местах. Вот туда, если пройти за мыс, то с другой стороны там есть такие камни и там дикие пляжи, где можно спокойно перейти. Конечно, будут там люди, но не в таком количестве. Во-первых, не каждый туда пойдет, ну а во-вторых, эти места отдаленные от набережной и туда добираться не ближний свет. А так, конечно, звук волн завораживающий. Представьте, тут море, бескрайние просторы. Черное море глубокое само по себе, поэтому и вода здесь почище и посоленее, чем в Азовском море. Но мне кажется, в той стороне, со стороны Кипарисовой аллеи, все-таки людей побольше. Банан тут, но отсюда отправляются на прогулку на банане. Все только выходят на пляж. Погода такая переменчивая, вроде бы по прогнозу не передавали дождь, потом за день опять написали дождь. Но в итоге дождь все-таки прошел, но не сильный. Хотя по прогнозу написано было дождливо весь день. И только к вечеру облака растянутся. Ну, как видите, облака растянулись немножко пораньше. Но оно и к лучшему. Качество видеоролика все же лучше становится тогда, когда есть хорошая освещенность. Потому что при наличии плохой освещенности будут появляться на видеороликах артефакты, плюс YouTube урезает качество, поэтому смотреть вам будет немножко похуже, чем при солнечной ясной погоде. Здесь народа побольше. Хотя по всему берегу Судака песок. В некоторых местах есть галька. Но она не крупная, но все же. и по всему не галька. они Субтитры делал DimaTorzok В начале Кипарисовой аллеи Но там чуть поближе подойдем Я вам более детально покажу Будем исследовать судак от Адая Приехали на курорт Поэтому будем снимать побольше видеороликов Чтобы они запомнились вам надолго С каждого утюга музыка играет Здесь немножко побольше места Не так клаустрофобия на вас влияет и давит Особенно когда идешь в замкнутом пространстве Но не знаю как вы Мне это не нравится Ну куда деваться Сделали большую площадь какую-то Где можно было просто идти спокойно Без толкания Но так не получается Видите как на курорте обустроено Вот здесь пляж И буквально 100 метров ходьбы Грубо говоря от моря И тут можно покушать Купить горячительных напитков Перекусить что-то Чтобы далеко не ходить в магазин Ну поэтому Так и пользуются все спросом Посмотрите здесь Сколько людей Конечно вы на камере Все таки не ощущаете Всю прелесть Нахождения в Судаке Почему? Да потому что Все таки когда это видишь Все в живую Вот реально Ну вот как-то оно по другому Камера есть камера Поэтому лучше приезжайте И смотрите все своими глазами Сюда и спускаться неохота Люди ходят по головам Лежат битком Давай чуть-чуть поближе подойдем К морю Видите Одна тропинка Протоптана и все Чтобы не ходить по головам Здесь уже Лодки на воду выходят Ну и вот количество отдыхающих Ну вода коломутная Во-первых сегодня Ветер был с утра Ну и плюс дождик Прошел все таки Поднял немного Муляку со дна Подошли мы поближе К пляжу Который Недалеко находится От мыса Алчак И здесь конечно Людей чуть поменьше Чем там Дальше грот Эолова Арфа И вот туда Где народ идет Там находится мыс Алчак В принципе по этой дорожке Можно пройтись И мы как раз Будем наблюдать Судак Ну практически С высоты Чайкиного полета Смотрите Здесь есть Две дороги Первая Это на Грот И вторая Это на мыс Алчак Давайте сначала Пойдем на Грот Эти все горы Это Окаменелые рифы Когда-то Давным-давно Здесь были океаны И вот Образовались Такие вот горы Остатки Каменистых пород Сейчас мы Наблюдаем И вот такая Тропа По которой Все поднимаются Вверх Почему Эолова Арфа Потому что Есть бог Эол Бог Ветров Поэтому так Назвали При определенном Потоке ветра Ветер Проходит сквозь Эту дырку В камне Трещину И Вам будут Слышаться Разные Звуковые Сопровождения Поэтому Так и назвали Там конечно Красивые фотографии Можно сделать Подъем Не из легких Но куда нам Деваться Ну и вид На сам судак Парень В шлепках Пошел Снял Босиком Идет Потому что Видимо Неудобно Идти Шлепки Сползают Ну и вот Сам грот Нужно будет Еще забраться Туда наверх Сейчас Чуть повыше Поднимемся Я с этого ракурса Вам покажу Совсем иную картину Ну и вот Грот Здесь Видите Трещина И рано или поздно Это все Должно Ввалиться Ну и здесь Вот такая Природа Вниз Обрыв И вот там Люди Купаются Ветер Гуляет Здесь Ну и отсюда Открывается Вид На судак Вот такой Грот Сегодня я показал Вам немного Судака Если вам понравилось Это видео Не забывайте Подписываться на канал Ставить лайки Ну и конечно Пишите комментарии С вами на канале Был Виконста До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok